Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша традиционная, миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 20 апреля 2016 года, и сегодня я хочу поговорить об истории, как способе управления социальными группами. Поводом для этого послужило высказывание одного сведомого националиста родом из Одессы, который в преддверии праздника Великой Победы 9 мая сделал в социальных сетях одно заявление касательно того, как он видит традицию отмечать годовщину Победы во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне как составной ее части среди народа Украины и составной части неотъемливой большого русского пространства. Это подтверждается не только формальными противоречиями, связанными с тем, что Украина... Мне недавно в социальных сетях написала одна украинка с той стороны. Вот Украина безвозвратно уходит от России и ничего ее уже не вернуть. Даже несмотря на то, что федерализация прошла, уже начинают скверы облагораживать, американцы начинают строить какие-то здания. Украина уходит. Но тем не менее, вот этот Одессит, я не буду называть его фамилию, чтобы лишний раз не пиарить, сделал заявление примерно такого содержания. Недословно, но суть такая, что вообще всех людей, которые стремятся отмечать 9 мая, нужно лишать гражданства. Пункт первый. Пункт второй он сказал, что он еще может понять стариков, которые воевали тогда, но вот по прошествии 70 лет молодых людей, которые отмечают эту победу в традиции, как победу дедов и прадедов, он вообще считает, ну, как бы людьми второго сорта, их нужно лишать гражданства, репрессировать и так далее, и так далее, и так далее. То есть, фактически, с той стороны, бандеровцами, идеологической, знаете, такой прокладкой бандеровцев или сведомых украинцев, нельзя сказать, что прям все сведомые украинцы, они греко-католики или униаты, или родом из Западной Украины. Оказывается, нет. Есть Одесса, есть Днепропетровск, есть Харьков, есть очень много городов, которые традиционно в состав Украины даже не входили. Они были переданы Украине на Днепрянщине фактически только после Октябрьской революции. Это было в 20-е годы. И получается, что с той стороны человек фактически сказал, что управлять этой страной в историческом аспекте достаточно проблематично, потому что даже молодые, живущие сегодня, которые не участвовали в той войне, они чтут традиции предков. И вот этот вот аспект управления, который называется исторический, хронологический, когда люди до седьмого колена помнят так точно, а если, например, забывают, то у них все равно просыпается родовая память, они начинают интересоваться. И вот этот аспект, на самом деле, мне кажется, является такой оптимистической нотой, которая вот уж точно не даст Украине никуда уйти. И я думаю, что это не в интересах самого украинского народа. К чему я сегодня завел эту тему? Дело в том, что сегодня 20 апреля, завтра 21 апреля исполняется 90 лет английской королеве. Английская королева родилась 21 апреля 1926 года и на самом деле является на сегодняшний день рекордсменом. Она более 60 лет находится у власти. Она рекордсмен долгожительства, правителей, ну, в общем-то, коронованных особ. Ну, праздник да и праздник. День рождения так день рождения. Кстати, нужно сказать, что согласно законодательству Великобритании, у английской королевы два дня рождения. Один физический, ну, вот как распорядилась биография, то есть 21 апреля 1926 года, а второй – это одна из суббот июня, летние. Это официальный день рождения, который празднуется всем народом и летом специально для того, чтобы устраивать народное гуляние. Так вот, английская королева, как символ Великобритании, как символ Запада, мы с вами находимся в достаточно длительном историческом состязании Запада и Востока. Причем Восток – это понятие достаточно объемное. Туда входит огромное количество народов, стран и, в общем-то, даже цивилизаций. И Восток, который олицетворяем и мы в том числе, все время состязается с Великобританией. В Великобритании – страна достаточно интересная. Это островное государство, которое, казалось бы, не может располагать таким огромным количеством ресурсов. Однако цепь непрерывных войн, которые вела Великобритания примерно начиная с начала XVI века, причем эта война была на всех приоритетах, она была и физически, она была при помощи вооруженных сил, которые сегодня называются террористическими. Вспоминаем с вами английских пиратов, которые орудовали в Мексиканском заливе, в Бискайском заливе. Они, в общем-то, весь Атлантический океан бороздили и решали задачи английской короны. Но только они были не под английским флагом, а они были под веселым Роджером и как бы были террористической и регулярной армией, которая позволяла разным компаниям, которые занимались скупкой ресурсов новых оккупированных территорий, добиваться вооруженным путем. Но политически, ну, как бы это не наши люди, мы тут не имеем никакого отношения. И получается, что вот этот почерк, вот это, знаете ли, террористический способ влияния на мир. А нужно сказать, что примерно таким же способом, например, была война с Китаем в начале XIX века, когда баланс торговый между Китаем и западным миром был не в пользу западного мира. И для того, чтобы его сбалансировать, было предложено торговать опиумом на территории Китая. Китай отказался, и в результате была развязана война, в результате которой по итогам мира навязана была вот эта вот торговля, в результате которой за XIX век до начала XX Китай потерял более 100 миллионов человек. Великобритания, английская королева, история взаимоотношений нашего мира и английского мира на самом деле имеет несколько веков, более шести. Нужно вспомнить, что вот эти массовые убийства жен Ивана Грозного, как бы о нем ни говорили, а вот эта вот вся пиарная информационная составляющая, что Иван является Грозным, что он там кровожадный царь и так далее, и так далее, это на самом деле и есть выдумка английских политологов того времени, которые обломали Ивана Грозного зуба и на самом деле все время пытались его достать тем или иным способом, убивали его жен, убивали его детей, и в конце концов-то, собственно говоря, и он умер не своей смертью. И вот эти английские посланники, медики, врачи, чернокнижники, которые были при русском дворе, они, собственно говоря, и задали вот эту традицию взаимоотношений, которую на самом деле в учебниках истории не освещается никак. А с точки зрения исторического приоритета управления, хронологического приоритета управления, мы можем с вами, нашим детям на уроках истории рассказывать, знаете, хронологию, ну, как бы бессодержательную. Ну, вот такой-то год произошло такое-то событие, вот такой-то год произошло такое-то сражение. Но при этом наши исторические учебники совершенно лишены вот этого, знаете, содержания. Скелет есть хронологически, а какое мясо на этом скелете насажено, дети наши и не знают. Да, собственно говоря, и взрослые многие вот этой истории взаимоотношений русского мира, а русский мир имеет достаточно длительную традицию, хоть и говорят, что русские – это молодой народ, а Европа – это более древний народ, это, знаете, можно делить сразу даже не на два, это разговоры в пользу приезжих, потому что наша государственность имеет более тысячи лет, а Великобритания и Соединенные Штаты Америки, да, собственно говоря, и другие западные страны, им хоть и приписывают историю, но на самом деле документально давно уже подтверждено, что даже дочери русских князей ездили в Париж, выходили там замуж и учили тамошние народы, собственно говоря, даже ходить в баню, потому что уровень развития народов, населявших европейскую русскую равнину и уровень народов, живших в Западной Европе, в Запад, совершенно не соотносился ни по каким критериям. Собственно говоря, основным производителем материальных благ, начиная от оружия, иван-чая, хлеба, технологий и так далее, и так далее, собственно говоря, основной центр находился здесь, о чем, кстати, и говорит название города Владимира, недалеко от Москвы, который, собственно говоря, в самом своем названии и содержит основную административную функцию. Рассказывают разные люди о том, что все европейские столицы, вот Хельсинки, Варшава, Будапешт, Бухарест и дальше, они находятся от города Владимира, вот если взять карту, циркуль, город Владимир, поставить одну ножку и прочертить окружность, например, по Варшаве. И окажется, что все столицы европейских государств находятся на этой дуге с шагом в 600 русских миль. А там же находятся и Лондон, и Париж, и Лиссабон, и так далее, и так далее. Это тоже очень интересный исторический факт, который тоже в учебниках не расписывается. А на самом деле мы с вами подсознательно-то понимаем, что если нашим детям рассказывать нашу великую историю не только на уровне скелета, в какой год произошло какое событие, но еще и давать содержание, связанное с тем, кто мы, чем мы будем, откуда мы вышли и куда идем, и какое давление среды испытывал русский мир на протяжении всей своей истории. А это не только Иван Грозный, это еще и намного раньше, это еще и времена всех рюриков, это, наверное, еще и до рюриков, потому что рюрик пришел тоже не на пустое место, а это были развитые города, которые на самом деле призвали его на управление, и призвали они его, прежде всего, как своего, который говорил с ними на одном языке, который, собственно говоря, контролировал Балтийское море, но пришел на равнину только и всего. То есть есть предположения исторические, которые на самом деле встречают большое сопротивление, связанные с тем, что история у нас писана, не немножко отличается от той, которая с большей или меньшей степенью вероятности соответствует действительности. На самом деле история как наука, она действительно является полем сражений, там ломаются копья очень большие, и в данном случае, мне кажется, к истории нужно подходить с точки зрения разведки. Разведка, она оперирует, конечно, фактами, если они есть, но на самом деле она оперирует разведданными, разведпризнаками, разведсведениями, и она дает оценки. Оценка, в отличие от описания, от таблицы, от перечисления характеристик, это целостная картина, которая дает сразу же описание всех взаимоотношений. То есть оценка взаимоотношений Российской империи или Русского княжества, или Российского государства при правлении тех или иных царей, императоров, она всегда характеризовалась достаточно сложными отношениями с Великобританией. Причем Великобритания никогда с нами, ну, за исключением, в общем-то, общеизвестных войн 19 века, общеизвестных войн, гражданскую войну, оккупация, вот это вот, когда при помощи белогвардейцев и регулярных войск Великобритании и других ее союзников Антанты, то есть Англия сама с нами не воевала, она только финансировала террористические организации, которые были набраны из белогвардейских офицеров, которые, в общем-то, вдруг поняли, что будущее России может состояться и без них, как без элиты, а весь помещичий феодальный строй России, ну, как бы, ну, кричал и вопил, ну, как же это без нас, и люди пошли за английским фунтом, и даже, помните, была поговорка, да, мундир французский, фунт английский, и так далее, и так далее, и воевали-то они не только за данные в кредит обмундирования и, ну, боеприпасы, они воевали за то, что они отдадут территорию. Так вот, Великобритания с нами впрямую воевала очень немногое количество раз, это, естественно, Крымская война 1854-55-х годов, когда Великобритания вынуждена была войти в эту войну, без чего никакие бы союзники туда бы не пришли, я имею в виду бомбардировки Петропавловска-Камчатского, Одессы и Севастополя. Но война на самом деле с Великобританией, она была не горяча, она всегда была холодной. Вот это понятие холодной войны, которое, кстати, ввел после своей, ну, возникла этот термин, возник после фултонской речи премьер-министра, бывшего премьер-министра Великобритании Черчилля, очень символично, что холодная война 20-го века возникла по инициативе англичан. На самом деле Великобритания всегда вела информационную войну против России. Россия, вот очень многие люди разделяют, да, вот Российская империя – это одно, Советский Союз – это другое, Российская Федерация – это третье, и типа между этими странами нет никакой связи. Я настаиваю, как, собственно говоря, кадровый офицер, который специализируется на русской военной истории, я настаиваю на том, что традиция русского оружия, традиция русского офицерства никуда не делась. То есть от того, что, например, обмунирование солдат или офицеров Петра Первого, или Ивана Грозного, стрельцов, или, например, войск Николая Первого, воевавшего в Крыму, либо красноармейцев, либо военнослужащих российских вооруженных сил современности, внешне-то, конечно, они отличаются. Это разные люди, живущие в разное время, одевающиеся в разную одежду, стреляющие из разного оружия, но дух, цели, задачи, вот те самые вопросы, кто мы, чьи мы будем, откуда мы пришли, куда мы идем, вот эти вопросы фактически не изменились. Если вспомнить наш эфир о геополитике, такой дисциплине, специально под брошенной нам, чтобы мы ограничили свое понимание глобальных процессов, то на самом деле наша постоянная холодная война с Западом всегда это оборонительная война, это война против экспансии Запада. Запад все время стремился поработить Heartland по-английски, это ядро Евразии или Ойкумены, на котором живут коренные народы, не только русские, но вообще все коренные народы Евразии. И вот это вот давление с Запада на восток, это и есть смысл этой войны, которая, как вы обратили внимание, не всегда превращается в горячую, во всяком случае не всегда приводит к прямому столкновению войск Великобритании или Соединенных Штатов Америки, как производные от Великобритании, с русскими войсками, не всегда, но всегда это происходит при помощи такой прокладочки, которую англичане всегда создавали на подступах к Российской империи. Та же Турция, которая была создана венецианцами, это венецианские купцы, которые, кстати, свой операционный центр перенесли в Лондон, как ни странно, была создана специально для того, чтобы на южных подступах иметь буфер, который, собственно говоря, и вынашивался, и затачивался, и создавался, и пестовался, и снабжался информацией разведывательной и другой для того, чтобы иметь вот такой вот нож у брюха России. И вот те же белогвардейцы, Турция, всевозможные басмаческие движения в 20-е годы в Средней Азии, все, что касается переустройства вообще Ближнего Востока и стран Персидского залива в начале 20-го века, это все действия английской короны. И вот если это понимать, и если это доносить нашим детям, то тогда, мне кажется, у нас с вами будет больше шансов просто подключить наших детей к такому информационному полю, когда нам не нужно будет объяснять им, почему на Западе, например, производятся айфоны, а у нас они не производятся. Нам не нужно будет объяснять, что преклоняться перед Западом – это на самом деле позорно и стыдно, потому что, ну, если ты в родовом потоке людей, живущих на этой земле, причем в родовом потоке людей, живущих несколько столетий, то ты либо должен хотя бы понимать и уважать свою историю, либо должен стать отщепенцем, с которыми на самом деле наша культура всегда поступала миролюбиво, но жестко, то есть мы их не убивали, но мы их изгоняли. И с этой точки зрения сам курс истории как способа управления будущими поколениями, я имею в виду управление, не знаете, как зомбирование, а способа раскрытия информации, которая на самом деле не раскрыта полностью. Наши дети читают только хронологические скелеты. В учебниках нет идеологической составляющей, связанной с родовыми традициями, со страновыми нашими традициями и, самое главное, с глобальными цивилизационными традициями. Ведь по большому счету, если вспомнить символы власти русских царей, скипетр и держава, и если посмотреть на эту символику, то держава, она имеет форму шара, а это признак глобального управления. То есть получается, что центр глобального управления находился во Владимире, а потом в Москве. Он был перенесен в результате определенных действий Романовых в Петербург, но в Москву он вернулся. И вот это на самом деле тоже есть символическая причина вот этого состязания двух центров глобального управления, находящихся в сердце Евразии. Это город Москва. Как ни крути. Вот как к этому не относиться? Нравятся кому-то московиты? Не нравятся. Но даже вот это отношение к московитам, к москалям, которое идет с запада, оно, собственно говоря, и отражает желание. А тот центр, который находится в Лондоне, он всегда действует через прокладочки. Он как бы впрямую сам не выступает, но всегда действует через прокладочки. И вот получается, что все буферные государства, которые окружают Россию во всех ее аватарах, во всех ее ипостасях во времени, русское княжество, русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, вот все вот эти междуморья, от Балтики до Черного моря, это буфер, связанный с Европой, и буферы, которые находятся на южных границах. Это все, получается, производные того глобального центра управления, который на самом деле до сих пор своих задач стратегических на протяжении тысячелетия так и не решил. И вот это на самом деле и является одной из точек приложения наших с вами усилий для того, чтобы пересмотреть хронологический, исторический приоритет управления социальной суперсистемой, особенно если понимать, что нам с вами по 40, по 50 лет, мы с вами на пике своей активности, мы можем что-то передать, рассказать, но если мы этого не сделаем, то следующее поколение, которым там 20, 15, 25 и даже 30, они-то этой информации не имеют. А в силу сложившейся культуры потребления информации через гаджеты, телевизор, в общем-то, калейдоскопически, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, а целостная картина мира не складывается, что самая главная характеристика, опять же, оценка ментальности, культуры информационной на сегодняшний день. У подавляющего большинства молодого населения нет цельной картины мира. Есть калейдоскопические какие-то обрывки информации, связанные с гаджетами, с тем, на чем ездить, что есть, куда ехать, как проводить свободное время, но мировоззренческой глобальной картины мира у подавляющего большинства молодого населения, даже с отличием заканчивающей школу, вузы и так далее, собственно говоря, и нет. И это один из способов оболванивания населения, так чтобы мы с вами, 40-летние или 50-летние, так и не смогли передать эстафету своих знаний и целостной картины мира, а дальше, вот в следующем периоде, они смогут, тот центр глобального управления сможет сделать с этими молодыми все, что захочет. По большому счету, если посмотреть на итоги правления английской королевы, которая завтра исполняется физически 90 лет, то можно обратить внимание, что на самом деле Британия, которая является центром Запада, не, знаете, не титульным, не пиарным, а фактическим. То есть есть там Париж, есть Америка, есть там очень много, есть Германия, есть очень много стран, которые тоже являются прокладочками, по большому счету. Ведь не будем забывать, что после наполеоновских войн, после того, как русские войска вошли в Париж, вся карта Европы была перекроена британцами, и даже Брюссель и Бельгия, как королевство, было создано после наполеоновских войн. Все эти страны, они находятся, ну, как бы под протекторатом Великобритании, а страны Скандинавии вообще, ну, по большому счету, это независимые страны, но они являются на протяжении 200 лет проводниками английской политики. Вот если посмотреть на самые русофобские страны, а это страны Скандинавии, в меньшей степени, та же Польша, с небольшими колебаниями в истории, это все и есть вот те самые прокладочки, которые тот глобальный центр управления создает в нашем предполье. Так вот, вернемся к итогам правления королевы. Великобритания после Второй мировой войны прибавила у населения 25%, то есть был такой же бэби-бум, как и в Америке, как и в Советском Союзе. Но есть одно очень важное такое наблюдение, связанное с тем, что на сегодняшний день количество, собственно говоря, британцев уменьшается, и самыми распространенными именами в британских и лондонских школах, конечно, арабские имена и, собственно, стран-выходцев из Ближнего Востока. То есть происходит вымывание белого населения. Вообще это очень такая интересная проблема, когда говорят о перенаселении планеты, о перенаселении человечества, но при этом забывают указывать, что белых европеоидов, белых людей, в общем-то, меньше 7%, а все остальные занимают большую часть. Вот этот дисбаланс, он на самом деле наверняка имеет определенные цели, это тема отдельного разговора, но на том же примере Великобритании мы можем видеть, что это происходит. Самое главное, что более 30% населения Великобритании живет за чертой бедности. Королева Великобритании одна из самых богатейших фигур на планете, но тем не менее зарплаты даже прислуги в ее дворе, они ниже прожиточного минимума, и очень часто даже служащие королевского двора они выходят на забастовки, потому что прожить за эти деньги не могут. Общий культурный уровень падает, то есть сейчас социальные сети начинают наводнять фотографии того, как ведут себя британцы вообще на праздниках, на футбольных матчах, но футбольные фанаты не дадут соврать, что британские болельщики одни из самых оторванных, самых беспринципных, самых некультурных, и это общеизвестно, кстати, в Европе, но нашей молодежи эта информация, ну как бы доносится так, чуть-чуть. Нужно сказать, что молодое поколение неграмотно в основном в своем, ну то есть писать и читать они, конечно же, умеют, это есть, но все, что касается более высоких ступеней образования, им недоступно, и дело это связано прежде всего с ресурсами, то есть расслоение общества, оно колоссально, оно намного больше, чем у нас. Это наша проблема нами обсуждается, но там, на Западе, это еще больше. Количество миллиардеров и количество бедных людей, которые, будучи даже студентами, если повезло, вынуждены продавать свое тело и участвовать в сексуальной индустрии, в Великобритании это образец вот этого западного способа жизни. Разговор о взаимодействии двух глобальных центров длинный, мы его продолжим в следующих выпусках. Завтра день рождения королевы, и я думаю, что нашим детям нужно рассказывать о взаимоотношениях русского мира и британского мира спокойно, методично, целеустремленно, чтобы через 10-15 лет у людей, наших с вами детей, была целостная глобальная картина мира, и они не потеряли берега. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова